23 мая в Тверской области для выпускников 11 классов начинается основной период сдачи единого государственного экзамена. Организована работа 57 пунктов его проведения на территории региона, из них 14 в областной столице. В первый день основного периода выпускники сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии. На одном из них побывала Анастасия Новичкова. В 2024 году единый государственный экзамен в Тверской области сдают почти 5000 выпускников. Сегодня в 39-й школе тверские ученики сдают экзамен по литературе. Сегодня сдают один из творческих экзаменов – литературу. Выпускников сопровождают учителя. Перед стартом педагоги подбадривают школьников, ведь у них сейчас важный этап – сдача экзаменов и выбор профессии. Ксения Воронова хочет стать художником анимации и компьютерной графики. Окончила художественную школу и решила связать свою жизнь с творчеством и овладеть в том числе искусством слова. Я готовилась целый год с репетитором, два раза в неделю. Думаю, что я смогу написать на высокий балл, главное не нервничать, не переживать. Екатерина Волкова – выпускница довузовского комплекса. К экзамену готовилась основательно в течение долгого времени. Хочет стать филологом, поэтому и выбрала одним из дополнительных предметов – литературу. Я оцениваю свою подготовку на хороший уровень, поэтому могу сказать, что я должна справиться со всеми экзаменами, прежде всего. И с литературой, конечно же, тоже. Хочу в будущем стать преподавателем. Я люблю работать с людьми, в особенности с детьми. Думаю, мне это получится. Конечно, сдача экзамена для ребенка – это огромный стресс. И в этот период времени поддержка со стороны родителей и учителей особо важна. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, мы должны подходить к своим детям с любовью и пониманием, чтобы они росли в атмосфере доверия и поддержки. Экзаменационная работа по литературе состояла из двух частей и включала в себя 11 заданий. На выполнение контрольных измерительных материалов по литературе отводилось 3 часа 55 минут. Участникам разрешалось пользоваться орфографическим словарем. В этом году в ЕГЭ по литературе внесли определенные изменения. Количество вопросов базового уровня сложности уменьшено с 7 до 6. И изменились требования к написанию сочинения. Ну, соответственно, изменились немного критерий. Поэтому первичный балл, который могут получить дети на экзамене, уменьшился с 53 до 48. Количество заданий осталось прежним. Поменяли формулировку задания 11.4 одного из больших сочинений на выбор. Если раньше можно было привлекать любые произведения из русской и зарубежной литературы, то теперь комплекс заданий предлагает только трех авторов на выбор. Сократилось количество произведений в кодификаторе. Из него убрали творения Пушкина, Лермонтова и Гоголя первой половины 19 века. И еще одно из нововведений экзаменационной кампании этого года — возможность для выпускников пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность реализована по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Для пересдачи в расписании ЕГЭ предусмотрены две даты — 4 и 5 июля. Свои результаты участники пересдач получат в сроки, позволяющие вузам учесть их при зачислении. Продолжение следует...